Как я вам и обещала, записываю вебинар. На сегодняшний день это, наверное, будет самая интересная вещь, которую вы слышали про недвижимость и рынок недвижимости и денежных активов в Дубае. Для того, чтобы у вас все в голове разложилось по полочкам, мы сделаем этот вебинар из трех частей. В первой части я вам подробно расскажу, что такое рынок недвижимости Дубая, почему до сих пор стоит приобретать объекты недвижимости в Арабских Эмиратах, ну и, соответственно, какие еще страны мы вам рекомендуем в качестве открытых для инвестиций с минимальной налоговой базой. Следующая часть, вторая часть нашего вебинара, будет посвящена тому, как грамотно распорядиться с вашей инвестицией, если все-таки вы попали. То есть вляпались, инвестировали не очень грамотно, и этот замечательный дубайский мир вас не принял с первой попытки, и вместо того, чтобы заработать, вы что-то потеряли. В третьей части нашего вебинара мы поделимся с вами информацией о том, как правильно инвестировать и генерить лиды на покупку, на продажу, на аренду и на другие любые виды услуг, которые бы вы хотели предлагать, как агенты, как партнеры, как наши соинвесторы. Потому что на сегодняшний день самое интересное, что есть в Дубае, это те люди, у которых до сих пор остался кэш, которые хотят купить ту или иную услугу или ту или иную недвижимость. Давайте приступим. Начнем с первого вопроса о недвижимости в Эмиратах и в Дубае в частности. Зовут меня Елена Гусева. Я представляю компанию Fair Opportunity Real Estate. Я собственник, идейный вдохновитель, ну и, конечно же, такой же инвестор, как и вы. Вы спросите меня, для чего в этой интересной стране, в принципе, делать какие-то инвестиции? Посторонний язык, арабский, другая валюта, ну и плюс ко всему абсолютно другие нравы и даже законы. Никто не отменял здесь шариат, несмотря на то, что государство вполне себе светское. Я вам отвечу. Началось все давно, 2009 года, когда мы только начали приезжать в Эмираты, разглядывая по дну по эту интересную страну, которая досталась ее правителям абсолютно голой, маленькой точкой в пустыне. Как вы уже успели заметить, за последние 53 года все очень сильно изменилось. Давайте мы с вами немножко подумаем о истории. С 1971 года это государство только образовалось. И как много сил, времени и средств было потрачено на то, чтобы экономика этой страны стала независима непосредственно от нефтяной иглы. Какое наследие мы получили? Мы получили с вами идеальное место для инвестиций, практически офшорную зону с нулевым процентом налога и, как вы заметили, отличную валюту, которая постоянно к доллару с 1995 года. Дальше, что самое интересное, чтобы вы не покупали и не продавали в Дубае, 3.66 дирхама за 1 доллар – это тот курс, который стабилен последние 20 лет. Очень много раз мне приходилось объяснять людям, покупаете ли вы на Бали, в Египте, в России, в Беларуси, неважно, что где вы берете. Вопрос, скорее всего, заключается не в вашей покупке, а в ликвидности средств, которые вы получите, когда вы эту вашу недвижимость будете перепродавать и что вы сможете позволить себе купить на те деньги, которые вы заработали с этой операцией. Тут давайте мы с вами рассмотрим поподробнее Дубай, Рассальхайму, Абу-Даби и большие региональные Эмираты, которые, в принципе, предлагают вам давным-давно несколько видов инвестиций. У нас есть возможность купить объект недвижимости и сделать так называемый флиппинг, продать его через 6 месяцев или 12 месяцев. У нас есть с вами возможность приобрести объект недвижимости и дальше, через 2-3 года, с момента его готовности, подумать, что вы хотите с ним сделать, оставить под аренду, либо проживать самостоятельно. Но при этом вы не потратите всю сумму ваших карманных денег, это будет в рассрочку, и она беспроцентная. Либо, третий момент, когда вы изначально понимаете, что ваш бизнес – это рантье, и вы хотите не просто сдавать квартиру, а сделать из этого бизнес и holiday home, вы будете уже приобретать объект недвижимости для сдачи по суточную аренду. К сожалению, каких-либо других вариантов заработка на недвижимости нет, не было, но и, скорее всего, в ближайшее время не придумают. Так чем же интересны Арабские Эмираты в плане покупки? Во-первых, вы покупаете все абсолютно онлайн. Не надо приезжать, не надо перевозить денежные средства и возить их в чемодане. Гольшое количество застройщиков, они спокойно принимают крипту, они спокойно принимают переводы, принимают кэш. Все, что угодно, что можно считать за деньги, будет здесь поменено на местную валюту и принято в качестве платежа. Что касается документа оборота, в послековидные годы, начиная с 2020, все документы, которые вы подписываете официально в WhatsApp, либо на электронной почте, абсолютно также являются документами, которые подтверждают ваше право на сделку и в случае, если кто-то нарушает ваши права, могут быть использованы в вашу защиту в суде. Третий момент. Как я вам и говорила, это место, оно не просто безопасно для инвесторов, оно безопасно для семей. Для семей с детьми, для семей, которые переезжают от каких-то бед и несчастья, которые случились в их стране. И просто для любого населения, начиная от обыкновенной горничной и заканчивая самим шейхом. Я думаю, что много раз вы видели в ТикТоке, в Ютуб или где-нибудь в Инстаграм кадры, когда шейх просто гуляет по территории молов или когда он ездит сам за рулем своей машины. О чем это говорит? Это говорит, что такая нативная реклама показывает, насколько безопасна эта страна, ваши инвестиции и ваши вложения в нее. Следующий момент. Почему мы хотим инвестировать в страны, такие как Арабские Эмираты? Мы хотим точно понимать, что мы можем забрать свои деньги и вывести их в кэш всегда. Что это значит? Это значит, что конкретно в этой стране недвижимость до сих пор ликвидна. Это не какая-то старушка Европа или, например, наша Россия, где так случилось, что у людей просто нет такого количества кэша, который можно завтра принести на сделку. В Дубае покупает весь мир. И это, кстати, абсолютно точно, потому что то количество лидов, которые приходят из Канады, Австралии, Америки и Европы, четко нам дает понять, что мы здесь не одни. Кстати, недавно была очень интересная ситуация, когда мне знакомые рассказывали, что из-за русских все цены в Дубае пошли вверх. Так вот, ребят, как раз-таки в тот момент, когда русские заходили на рынок со своими деньгами, отменили локдаун, который был в Китае. И если русские на каждом углу всем рассказывают и говорят, что вот мы что-то купили, то китайцы, они покупают молча зданиями, этажами и целыми полигонами. Поэтому не переживайте, не только русские сделали рынок Дубая таким огромным местом для привлечения инвестиций с такими высокими ценами. Все другие страны также помогли. Так вот, возвращаясь к вопросу, для чего же нам здесь покупать и какая у нас гарантия возврата средств? Мы покупаем здесь недвижимость для того, чтобы пользоваться ею, поэтому мы можем вам предложить объекты недвижимости на вторичном рынке. Мы покупаем здесь объекты недвижимости для того, чтобы подождать, когда у нас объект будет достроен и также проживать там. Мы вам предлагаем офф-план и также мы вам можем подсказать варианты отличных коммерческих помещений, также земельных участков и любых других объектов недвижимости, которые так или иначе вам будут нужны для вашего бизнеса. То есть здесь мы подходим к такому моменту, что Дубай – это не только место для инвестиций как таковой в недвижимость. Дубай – это большой экономический хаб, в который приезжают люди со всего мира, знаете зачем? За американской мечтой. Потому что Арабские Эмираты показывают такую толерантность в отношении религии, в отношении языков, мнений. Настолько демократически сформирован сам государственный аппарат, что ты реально приезжая сюда чувствуешь, что походу Америка перелацировалась и здесь сейчас в Дубае возможно все. Переходим ко второй части. Как вы помните, все рассказывают истории про Синдереллу или гадкого ученка. Возможно, они вам уже наскучили о том, как какая-то маленькая девочка из деревушки приехала, что-то купила, заработала, снова заработала. Или там что-то он купил, забыл, приехал и вот он узнал, что там это стало стоить 2-3 икса от суммы. Почему-то никто не рассказывает про ситуации, когда люди приобретали объекты недвижимости и не смогли на них заработать или потеряли всю сумму, которая была внесена. И смотрите, я сейчас никого не хочу напугать или отвернуть от рынка в Эмиратах. Но эта ситуация, она может случиться не только здесь, она может быть и в Европе, и в Америке, и в России. Ситуация, когда человек неграмотно распределил свои инвестиции, когда он свой инвестиционный портфель просто сложил в одну корзину, ждал каких-то неадекватных поступлений, которые изначально просто граничат с нормальным рассудком, и потом, конечно же, расстроился, не получив ничего взамен. Я вам расскажу историю одного из наших друзей. Кстати, если вам будет интересно, даже поделюсь его номером телефона для того, чтобы он вам рассказал, что не все так плохо, и даже если одна инвестиция не получилась, можно поверить в себя и сделать другую более удачной. Так вот, что такое инвестиция? Это как ваш собственный бизнес. Любая покупка квартиры, машины, помещения, даже вот этого листа бумаги, если вы хотите сделать из этого бизнес, это ваша инвестиция в себя и в то, что вы планируете получить. До ковидного времени рынок на самом деле был ровно такой же, как сейчас. Что значит такой же, как сейчас? Давайте возьмем район, скажем, Джумера-Виллоч-Секл. Один из тех районов, в которые сейчас люди вкладывают деньги. Средневзвешенно стоимость студии составляла в районе 500 тысяч дирхан ровно 5 лет назад. И это не шутки. Откройте Property Finder, откройте Property Monitor, запросите информацию 5-летней давности, и вы найдете, что мои слова – абсолютная правда. Вспомните тех ваших знакомых, которые инвестировали 5 лет назад. Как им сейчас приходится? Если они не предполагали, что они будут сдавать эту квартиру, получается, они изначально, 5 лет назад, купили по той же самой стоимости, по которой мы сегодня продаем квартиры нашим клиентам. Что это значит? Это значит, что те люди, которые смогли выплатить всю сумму целиком, они остались на плаву, сдавали свою квартиру несколько лет, в этом или следующем году, они могут ее окупить, продать и получить свои деньги. Да, возможно, они не смогли сделать перепродажу в короткие сроки, но, по крайней мере, потому как летвидность денег не потеряна, и дирхан к доллару абсолютно стабилен, они скорее заработали, либо вышли в ноль, чем проиграли. Но были случаи, в частности у моего знакомого, когда он, по совету очень одного интересного и грамотного менеджера, как ему казалось на тот момент, вместо того, чтобы купить себе одну квартиру, которую он мог себе позволить, он внес первоначальные взносы за две квартиры, которые в общей сложности были больше, чем его запланированный бюджет, ровно в два раза. Тот человек, который ему рассказывал интересную схему о том, как они будут покупать объект недвижимости, выносить первоначальный взнос плюс 4% в земельный комитет города Дубая, а потом через 3-4 месяца перепродавать два этих объекта до следующего платежа. И так делать постоянно, и он будет получать с этих своих денег как минимум 150% годовых. Конечно, когда тебе человек из большого агентства недвижимости, который работает на рынке 5-10 лет с его слов, рассказывает такую схему, ты понимаешь, что ты попал, ну, наверное, в рай. Такой инвестиционный рай. Но спустя несколько месяцев, когда пришла дата очередного платежа, и мой знакомый, назовем его Василий, неожиданно для себя понял, что средств на следующий платеж нет, он начал названивать своему агенту, который, кстати, уже получил комиссии с его сделок, потому как она была не одна, а две, он был очень рад. Он подумал, что Василий, может быть, хочет купить что-то еще, но Василий был в отчаянии, потому что платить следующий платеж в размере 10% от каждой недвижимости он не предполагал. У него просто не было таких средств. К сожалению, в этой ситуации никто не пошел на встречу Василию. Ни компания застройщика, потому как договор долевого части был уже подписан и зарегистрирован на его имя, ни компания агента по недвижимости, которая обещалась продать недвижимость за 6 месяцев. Никто не пошел на встречу, и никто не смог ничего сделать. Он только одна ситуация вообще изменила ход истории, когда я вмешалась и попросила наших знакомых вмешаться, чтобы хотя бы какая-то часть без всяких пеней и штрафов с одной квартиры была перелацирована на другую квартиру. И у человека была возможность хотя бы несколько месяцев, а то и полгода, просто искать деньги, либо активно продавать объект недвижимости, чтобы просто вернуть все на место, как оно было изначально. Вот такая история, к сожалению, она случилась не только с ним. Она случилась по двум причинам. Она случилась из-за некомпетентности тех людей, которые оказывают услугу, я имею в виду брокеров, и она, к сожалению, случилась из-за жадности тех людей, которые мечтают заработать на ровном месте то, что заработать просто невозможно. Так вот вам суровая правда жизни. Нет таких объектов недвижимости в Дубае, которые вы, купив сегодня, можете продать через 3 месяца. И причин этому только две. Первая причина – не во всех компаниях эскроу-счет открыт, и, скорее всего, ваш окут, это как выписка из ЕГРН, вы сможете получить с момента покупки как раз в течение только 2-3 месяцев. А для подачи рекламы официальной этот документ точно нужен. И второй момент. До тех пор, пока компания застройщика не продала все свои объекты недвижимости в этом конкретном доме, никто не будет покупать у вас недвижимость с наценкой. И самое главное, если изначально вы купили объект недвижимости с рассрочкой на 5 лет, на 6 лет, на 7 лет, имейте в виду, стоимость, которую вы заплатили, она уже включала в себя интерес застройщика. И те люди, которые изначально хотели инвестировать, они купили половину этажа либо этаж кэшем и получили от этой суммы скидку как минимум 15-20%. Во втором случае мы просто говорим о конкурентноспособности вашего объекта вот как раз-таки для рынка, как вы сможете его перепродать или нет через 3 месяца. Поэтому, если по какой-то причине, разговаривая с менеджером той или иной компании застройщика в Арабских Эмиратах, в любых галф-странах, Сауди, Оман, Бахрейн, неважно, вы неожиданно для себя слышите эту интересную историю про то, что мы сейчас вам эти средства положим в качестве первоначального взноса, потом через 3 месяца вам ее продадим, заключайте с этой компанией договор, где они будут обязаны вам либо продать недвижимость, либо отдать вам деньги обратно, те, которые вы внесли за эту недвижимость. Это будет самым грамотным решением. Не поступайте как Василий и не будьте в такой ситуации. Переходим к третьему поводу нашего вебинара, по поводу лидогенерации. Ни для кого не секрет, что огромное количество агентств недвижимости раньше и на сегодняшний день работают только от лидогенерации. Для тех, кто не в теме, я расскажу. Мы запускаем рекламу, делаем лендинги, огромные маркетинговые бюджеты для того, чтобы так или иначе привлечь людей, инвесторов, партнеров и просто конечных инвесторов для приобретения нашего продукта. Наш продукт очень простой, и его можно потрогать, как документы на объект недвижимости, так и, собственно, саму недвижимость. Но очень важно то, что во многих странах на сегодняшний день есть определенные лимиты по выводу средств. И есть лимиты, я бы сказала, наличных у людей, потому что за последние 2-3 года страны СНГ исчерпали определенные запасы, которые у них были. И сейчас большое количество людей из Европы, из Канады, даже из Австралии покупают здесь, потому как у них большая налоговая база 30-40%. И, соответственно, здесь, в Дубае, им чувствуется гораздо более привольно, потому что вот такой налоговой базы на их накопление, на их инвестиции не возникает. Так вот, мы очень много лет сталкивались с проблемой недобросовестного маркетинга. Недобросовестный он был потому, что очень многим компаниям, в том числе и нашей, предлагали очень холодных покупателей, которые не хотели покупать, или которые думали о покупке, в принципе, через год, или думали о покупке, но при этом их ощущения бюджета никаким образом не матчились с реальной стоимостью на рынке. И, в конце концов, мы приняли для себя, что, наверное, самые лучшие и самые понятные для нас клиенты, это клиенты с нашей партнерки. Мы начали генерить лиды сами, мы начали генерить лиды с компаний, с которыми мы работали до этого по России, как с агентствами недвижимости, так и с агентствами, которые занимаются устраиванием праздников, так и с автосалонами и любыми другими туристическими компаниями, которые так или иначе могут дать нам базу людей, которые заинтересованы в приобретении недвижимости в России, в Эмиратах и других галл-странах. Наша маркетинговая стратегия, в рамках которой мы работаем с клиентами, позволяет нам генерить ежедневно порядка 20-30 лидов на бюджет от 150 до 350 тысяч долларов. Возможно, вы подумаете, что это не самые значительные суммы, но я думаю, что если у человека есть интерес покупать, вряд ли он будет вам писать где-то о вопроснике на сайте или в каком-нибудь инстаграме или в снапчате, что его бюджет миллион или больше. Скорее всего, он захочет сэкономить свои средства, либо разложить инвестиции в разные корзины, и поэтому даст вам эверидж вот в районе 300 тысяч или там полумиллиона долларов, чтобы получить от вас дельное предложение. Так вот, такие лиды, мы их сами квалифицируем с помощью нашего колл-центра. Даем мы лидам возможность в следующие 72 часа прийти к пониманию, покупают они или нет, и только тогда мы передаем их в работу. Как я и сказала, большинство наших клиентов сегодня англоговорящие. На сегодняшний день, к сожалению, такой продукт как мета, он не очень активно работает в России, и с последней ситуацией, когда была такая проблема с YouTube, когда тормозили просто интернет и ролики не загружались. Вполне возможно, с этого ресурса нам тоже будет тяжело находить новых клиентов для наших российских партнеров. Но так или иначе, я вам очень рекомендую учить английский язык, потому что те люди, которых мы генерим и которых мы квалифицируем, они действительно заинтересованы в покупке и с большим удовольствием будут работать и с вами, и с нами для того, чтобы приобретать недвижимость для жизни и инвестиций. Больше, в принципе, про наш маркетинг я вам ничего нового рассказать не могу. Мы также пользуемся Google Ads, мы также пользуемся Bing Ads, мы ничего не делаем сверхъестественного, просто наша реклама давно настроена, давно работает, и поэтому мы четко понимаем, в каком регионе и когда нужно искать тех или иных покупателей, те или иные социальные категории, и, наверное, это нам помогает вот последние 10 лет спокойно работать на рынке недвижимости, как российском, так и Эмиратов, и мы понимаем четко, что все, что мы делаем, мы делаем вдолгую. Я буду очень рада, если информация, которую я вам сегодня рассказала, послужила для вас каким-то уроком, либо примером. Также я очень надеюсь, что в будущем, если вы захотите инвестировать в объекты недвижимости в России или за рубежом, вам не доставят никакой проблемы просто набрать наш номер телефона или найти нас в социальных сетях. И я с большим удовольствием хочу сообщить, что наша партнерская сеть растет, и мы, конечно, принимаем и одиночных агентов, и целой компании вот в такую нашу большую тусовку, где мы не только делимся опытом, а также делимся комиссией и интересными кейсами. Буду рада всех вас видеть. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok